Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы делаем замечательного секретного питомца, Мурлока, с именем Блик. Секрет его был разгадан недавно, и сейчас мы полетаем абсолютно по всем точкам. Под мои комментарии выскажу абсолютно всё касательно выполнения, и, само собой, в самом конце видосика мы насладимся этим замечательным питомцем. Поехали! Самое первое, что нам нужно сделать, это прилететь в такую локацию, как Седые Холмы, которая находится в Нордсколе. Собственно, портаемся, как вариант, в Даларан, старый, через порталы, которые находятся в Штормграде или Аргримаре, и летим. Долетев, смотрим на свои координаты, и нас интересуют координаты 18, 88. Введу их в чат, и отобразится стрелочка. Окей. Летим на летник, и смотрим. Лежит чешуйка. Если она у вас не будет лежать, то нужно просто-напросто, как я правильно понял, немножечко подождать. Что нам нужно дальше сделать? Покажите чешуйку королю Мыргл-Мырглу в Борейской Тундре. Что ж, получается, летим. Путешествие долгое, поэтому обрежу этот момент. Прилетев королю Мыргл-Мырглу, сдаем ему задание. Получаем три эликсира подводного дыхания. Они еще пригодятся нам, скорее всего. И теперь нам нужно собрать 10 кусков сочного крабового мяса. Разве глянем, где она собирается. Нам нужно лететь обратно. Хотим? Порнимся. Не хотим? Будем просто лететь. Полетели вновь. Ну что ж, вот мы и на месте. Хорошо, на самом деле, в момент полета можно немножко отвлечься. Так, а каким образом добыть мясо? Как я правильно понимаю, нужно спуститься вниз. Да? Вот они, крабики. Получается, убиваем крабиков и лутаем мясо. Да? Все верно. Ускорю этот момент. Вот и все. Получается 10 штук готово. По факту, даже зелье подводного дыхания не пригодилось, потому что на войне у меня прокачана фракция колуак. И имеется колуакская удочка, которая позволяет дышать под водой. Ее, наверное, не видно, да? Окей, сделаем иначе. Вот она. С целью того, чтобы сдать квестик, нам нужно небольшое расстояние преодолеть. Это уже хорошо. Надо на каком-нибудь водного маунта сесть, чтобы дело шло быстрее. Следующий квест это Соберите кучу ворваний. Ворваний? Ворваний? Что? И отнесите ее светобрюху в бухту торговцев. Прилетев на точку, мы ждем спавн хоркера, убиваем его и лутаем нужную кучку. Летим сдавать квестик. Сдаем квестик и, конечно же, мы получим новый. Правильно? Да, нам нужно немножечко отнести эту кучу. Всего-то 40 метров. Это просто крохи, а не расстояние. Добудьте огромную жемчужину. Хорошо. Таким образом нам ее нужно добыть? Нужно куда-то приплыть. Плывем. А вот и жемчужина, которая нам нужна, но аккуратнее. Тут змей с 50-го левела, элитник. Можно умереть от него. К тому же усталость потихоньку тикает. Тоже неприятно. Отдаем жемчужину оракулу. И будет еще один квестик. Да, правильно. Нам нужно победить укротителя Гарглина в битве питомцев. Так, далеко ли он находится? Не особо далеко. Хочу зайти на сайтик по питомцам wov-petguide.com Возможно, там уже есть какой-нибудь сетапчик касательно этого боя. Поехали. Самый простейший сетап юная гарпия, ети из снежного шара и нефритовая сова. Сразу же стан будет, скорее всего, поэтому бессмысленно что-либо нажимать даже. Нажмем взлет по фану. Второй и третий раунд идет взлет. Далее мы жмем атаку с высоты до тех пор, пока плавун просто-напросто не умрет. Хотя, наверное, иглы даже тут были бы интереснее. Я не понимаю, почему прописана атака с высоты. Но окей, хорошо. Флиппер умер. Чипун выходит в бой. Мы переключаемся на ети. Используем сразу же рык. После этого мы используем буйство. Чипун уже умрет, пока буйство даже не кончится. Замечательно. И сейчас выйдет последний питомец. Это Хлистун. Мы нажмем дар зимнего покрова. И ети скорее всего уже умрет в текущий момент. Нет? Окей. Можем нажать еще одну любую кнопку и мы выиграли. Отлично. Этот этап пройден. Идем сдавать квестик. Сдаем квест Оракулу. Смотрим, что дальше будет. Нам нужно собрать теплый побег водоросли, молодой побег водоросли и набухший побег водоросли. Начинаем поиски. Далеко ли нам нужно лететь? Не особо. Интересный факт. Если мы заденем водоросли, то мы получим дэмэдж. Поэтому действуем аккуратно. Ну и к тому же усталость. Аккуратненько собрав абсолютно все водоросли, все три штучки, мы двигаемся обратно к кораблику. Я не буду тестить, сколько дэмэджа получает персонаж от водорослей. Не хочется вайпаться на таком мирном занятии. Уж если у вас есть такой интерес, то проверьте сами. А вот и все. Последний квест, по которому мы получим питомца Блика. Нам нужно убить великого Муакина. Далеко ли он находится? Нет, не особо. А вот и наконец-то он заспаунился. 40 тысяч хп, любой игрок справится, к тому же на текущий момент людей тут много, которые помогут в убийстве Муакина, так что переживать не стоит. Вот и все получается. После убийства мопца мы плывем обратно в корабль, сдаем квест Оракулу и получаем питомца. Что могу сказать от себя? Это не какая-то прям сильно секретная цепочка. Вы ходите по квестам. То есть вам не нужно ничего искать, вам не нужно ничего такого секретного прям юзать. Вас направляют по квестикам. Это приятно. Вам не нужно выискивать координаты. Также в виде совета могу сказать то, что использование водных маунтов всегда будет приоритетно в таких задачах. То есть где-то вы будете быстрее плыть, где-то вы будете быстрее что-то собирать. Это приятно, когда у вас есть и летающие маунты, но не у всех есть, окей, водные маунты, то есть обилие маунтов всегда полезно. Изучаем блика. Посмотрим на него в игре, так сказать. Приближу камеру максимально и вот он он. Красивый питомец, бегать я с ним, конечно же, не буду, но в виде коллекции он хорош. К тому же, может быть, в ближайшее время в Шадоу Лэнсе он будет актуален для каких-нибудь битв питомцев. Посмотрим, время покажет. Я думаю, этот фиолетовый мурлок еще проявит себя. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Касательно сетапа питомчиков все было рассказано. До скорого! мех, AMDаг appointed но в бо by по